Есть основных таких три, ну, несколько уровней, как войти в взаимодействие с ангелами, со своими наставниками. Первый уровень – поверить в них. Некоторые из вас, участники, вы даже до конца не верите, что они существуют. Их нет в вашей картине мира. Поэтому первый шаг – поверить, что они есть. Если веры нет, хотя бы допустить, как данность. Может быть, есть. Ну, если уже столько людей говорят, что есть наставники, помощники, ангелы. Но, может быть, они есть. Пусть это в вас походит, пусть это в вас укоренится, пусть это пустит корни, и вы допустите это в свою картину мира. То есть, первое – поверить. Какой второй шаг? Второй шаг – обратиться к ним за помощью. Сказать, допустим, ангел, какая-то ситуация вас беспокоит. Обратиться к нему осознанно, тотально. Сказать, ангел-хранитель или ангел-наставник. Допустим, вот помоги мне в этой ситуации, помоги мне с моими детьми, помоги мне на моей работе, помоги мне в этом проекте. Обратиться за помощью. И, когда вы увидите, они вам помогли, ответили, необходимо отследить этот результат, поставить плюсик, что это действует, это работает, и они существуют, и поблагодарить их. Потому что некоторые люди делают большую шибку. Они обращаются к ангелам, ангелы им помогают. Они потом говорят, ну, наверное, это совпало. Ну, не факт, что это ангелы. Может, если бы я не обратился. Вы разрушаете свою духовность, духовную веру. Если вы обратились к ангелам тотально, и они вам ответили, это они вам ответили. И вы принимаете это и благодарите их. И в этот момент происходит это чудо, что действительно их реальность в вашей жизни становится выше. Их реальность в вашей жизни становится выше. Следующий шаг. Вы уже не просто верите, что они есть. Смотрите, вначале, на первом этапе вы просто верили, что они есть. На втором этапе вы обратились, они к вам ответили, вы уже знаете, что они есть. Следующий этап. Вы просто садитесь, успокаиваетесь, расслабляетесь. И мысленно вот так делаете, как проектор, луч, и сканируете пространство вокруг вас. Просто расслабляетесь и говорите, ангелы, наставники, откройтесь мне, покажитесь в моем поле. И мысленно вокруг себя по часовой стрелке сканируете пространство. И вы ощутите какое-то, может быть, тепло, какое-то свечение, где-то взгляд останется. Кто-то чувствует, как холодно, горячо. Уплотнение в пространстве. Кто-то видит сразу силуэты. То есть вы их почувствуете в своем поле. Когда вы почувствуете их в своем поле, в следующий шаг вы к ним можете обратиться, ну это мысленно, телепатически, и сказать, кто ты, какая твоя миссия в моей жизни, назовись. Они имеют либо собственные имена, там, Архангел Михаил, Гавриил, Метатрон, разные имена. Либо могут называться по функции. Есть ангелы перемещения, ангелы трансов, ангелы изобилия, ангелы исцеления, ангелы очищения, ангелы ясновидения. Их очень много. И потом, когда вы с ними познакомились, вы начинаете с ними взаимодействовать.